Новое поколение вседорожного универсала Audi A6 Allroad по традиции получило пластиковый обвес, который может быть черным или окрашенным в цвет кузова. Приподнятый Allroad оказался на 45 миллиметров выше обычного Avant, но не все эти миллиметры пошли на увеличение клиренса. К слову, Audi не указывает величину просвета для других моделей A6, но про Allroad мы знаем, что адаптивная пневмоподвеска держит базовый клиренс на уровне 139 миллиметров. Но в зависимости от условий просвет может меняться в диапазоне 60 миллиметров. В режиме Offroad пневматика поднимет машину на 30 миллиметров от стандартного уровня, но ограничивает скорость 80 километрами в час. А максимальный уровень лифт доступен на скорости 35 километров в час. А если разогнаться до 120, то клиренс автоматически опустится до минимального уровня 124 миллиметров. Под капот ставится модернизированный трехлитровый турбодизель V6 с восьмиступенчатым автоматом. Предложено три варианта форсировки, и каждая из них предполагает мягкую гибридную надстройку из 48-вольтового стартер-генератора. С начальным двигателем разгон до 100 километров в час отнимет менее 7 секунд, а самый мощный Audi Allroad тратит на это упражнение чуть более 5 секунд. В Европе продажи начнутся уже в июне. Начальная цена в Германии 61,5 тысяча евро или 4,5 миллиона рублей. Седан Audi A6 до сих пор продавался у нас в единственной модификации 55 с трехлитровым шестицилиндровым турбомотором, которое стоило почти 4 миллиона рублей. Теперь российская гамма A6 пополнилась и версией 45, которая стоит на 650 тысяч дешевле. В этой модификации Audi оснащается двухлитровым четырехцилиндровым мотором, семиступенчатым роботом и полным приводом. Субтитры создавал DimaTorzok